Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Рэнди Влад и мне кажется, что вы ищете, как заработать и при этом вы являетесь школьником. Сегодня я вам расскажу, как я зарабатывал деньги в интернете, как я только начинал тут зарабатывать и, отвечая на вопрос, тут можно зарабатывать реально очень неплохие суммы, только если вложиться в это, вложить время и тогда ты получишь результат, который не получишь даже в оффлайновой работе, которую ты найдешь там на стройке, в Макдональдсе, где угодно. Поехали! Давайте начинать с самых маленьких заработков до самых больших и номер один, это всякая мелкая фигня в интернете. Раньше я находил специальное приложение типа Апбонус, скачивал приложение и за это получал деньги. Иногда там бывали предложения по 3 рубля за скачивание, по 5 рублей за скачивание и в итоге, особо не запариваясь, тратя на это по 20-30 минут в день, я зарабатывал 100 рублей. 100 рублей на момент 2016 года в интернете это было что-то нормальное, ты мог потом пойти, увезти их, покушать чипсиков, да, тогда я их кушал, но на самом деле 100 рублей это достаточно мало, но для начала вы можете начать с этого. Заработайте хотя бы 100 рублей там, если вы не сможете ничего сделать из следующих пунктов, которые я вам буду говорить. И пункт номер 2, это продажа рекламы у себя в блоге. Для этого нужно создать блог с минимумом 1000 подписчиков и номер 2, это продавать там рекламу людям, которые будут этого хотеть. Ты можешь развить блог в инстаграме, на ютубе, в тиктоке, но скажу, что в инстаграме заработать легче всего, легче, чем на ютубе в тиктоке. В тиктоке сейчас тяжелее всего, там можно зарабатывать, ну, мне кажется, от 30 тысяч, у меня сейчас там, кстати, 35 тысяч, можешь подписаться, ссылка будет в описании, вот. Так что развивай бизнес в инстаграме, договаривайся с клиентами, их будет найти тебе достаточно тяжело с 1000 подписчиков, но если у тебя будет хотя бы 3-4, такую сумму можно развить за полгода, даже за 3 месяца, если упорно качать инстаграм, то ты спокойно сможешь зарабатывать, ну, скажем, от 500 рублей в день на продаже рекламы у себя в блоге, где будет 3000 подписчиков. Да, это жестко. Третий способ, это стриминг, я на нем заработал себе на, сейчас покажу, вот на вот эту вот штуку, на геймпад от Xbox One, он стоит 3000 гривен или же 7-8 тысяч рублей, как я это сделал, ребята, я стримил на ютубе, я стримил на ютубе, и там я столько заработал, конечно же, мне помогал в этом друг, который более разбирался в этом стриминге, да, он все настраивал там, но мне кажется, если вы запаритесь, скачайте стримлапс ОБС, настройте там все красивенько, наберете небольшую аудиторию, твич, ютуб, неважно, даже в тиктоке сейчас можно стримить, я вчера провел прямой эфир и заработал 117 гривен просто за часовой прямой эфир, представляете, это у меня всего лишь 35 тысяч подписчиков, которые я набрал за 20 дней, вы можете сделать еще больший результат, еще лучший результат, если вы в это вложитесь, так что стриминг не стоит менять, на нем можно нормально зарабатывать. Четвертый способ, это заработок на навыке, ты должен прокачать какой-нибудь навык, к примеру, давайте я вам расскажу на своем опыте, я умею снимать видео, монтировать видео, фотографировать, обрабатывать фотки, я устроился на работу в спа-салон, самый лучший, причем спа-салон в своем городе, и там я монтирую и снимаю видео для инстаграма этого салона, сейчас это не онлайновый способ, да, но ты можешь договориться с тем же самым спа-салоном в своем городе, с каким-нибудь агентством на фрилансе и монтировать видео, если, к примеру, у тебя есть такой навык, создавать графику, если ты умеешь это делать, обрабатывать фотки и все остальное, какой бы навык у тебя ни был, можно зарабатывать даже на умении петь, рисовать и танцевать, на всех этих трех навыках можно зарабатывать, лишь бы было желание, так что зарабатывая на своем навыке, тут можно реально неплохо зарабатывать, к примеру, я за один день съемок в том салоне зарабатываю от 1000 гривен, от 1000 гривен это 2500-3000 рублей, за один день это я трачу на это 2-3 часа, пятый способ, это продажа товаров в интернете, это не обязательно должны быть физические товары, которые вы можете пощупать, я, к примеру, продаю спортивную программу тренировок в своем блоге, если ты, к примеру, хочешь заказать программу тренировок, то напиши мне в инстаграм, я составлю для тебя индивидуальную программу тренировок, ты можешь делать то же самое, если у тебя есть навык музыкантов, ты можешь учить музыке других людей, если ты хорошо владеешь инглишем, то создай свою группу английского языка, где ты будешь один на один общаться со своими клиентами и учить их английскому языку, неважно, прокачай любой навык, на это у тебя уйдет от 3 месяцев и зарабатывай на этом навыке, можешь стать фитнес-тренером, можешь стать английским учителем, кем бы твоя душа не желала, это реально огромный выбор, сейчас карантин, ты можешь выбрать любую себе профессию, любой навык и на нем зарабатывать, и тут реально крутятся неплохие деньги, я продаю одну программу тренировок за 100 гривен или же за 237 рублей, и в день примерно по штучке продаю, скоро будет больше, мне кажется, когда будет больше аудитории, так что идем дальше. И шестой способ, это стань менеджером блогера, ты пишешь любому блогеру, у которого больше 20 тысяч подписчиков в инстаграм и предлагаешь стать его менеджером, что это такое, ты сам договариваешься с клиентами и просишь, к примеру, 40-50% от рекламы, которую будет покупать клиент у блогера, то есть есть 3 человека, один человек покупает рекламу, второй ее делает, а третий, это будешь ты, связывает человека, который покупает рекламу и человека, который продает рекламу, блогер тебе будет отсыпать копеечку с того, что заплатит тебе клиент, а ты в свою очередь, из-за того, что у тебя есть блогер большой, ты будешь зарабатывать на этом неплохие деньги, я к примеру, тоже сейчас себе нанял одного менеджера, которому буду платить по 40% от прибыли, которую я буду рекламировать у себя в инстаграм-сторис, если он найдет мне клиента хорошего, который я захочу пререкламировать, то он получит 40% от суммы, которую мне заплатит клиент за рекламу у меня в сторисе, так что используя этот метод, можешь стать таким же менеджером, можешь даже у меня стать, если ты знаешь людей, которые хотели бы купить рекламу в тиктоке 35 тысяч или в инстаграме 4 тысячи, то связывай их со мной и ты получишь с этого процента, ну а также ты сам можешь стать менеджером блогера, напиши каким-нибудь блогером о 20к, и у тебя все получится. Ну что, дорогой друг, самое главное, это не просто посмотри это видео, хотя бы что-то сделай, напиши сейчас план, как ты будешь зарабатывать, какие навыки будешь развивать и как ты будешь становиться лучше, потому что зарабатывать в интернете можно, но при этом нужно тратить столько же времени, как на обычную работу для того, чтобы зарабатывать хотя бы что-то, а потом у тебя пойдет вот эта вот штучка вверх, поэтому подпишись на канал, поставь лайк, напиши самый офигенный комментарий и подпишись на мой инстаграм. С тобой был Рэнди Влад, желаю тебе удачи и добра. Субтитры сделал DimaTorzok